шалом друзья из мессианской общины шавей цион оазис медиа мы продолжаем разбор 3 главы откровения мы закончили тогда 6 стихов но я сделал маленькое вступление и сегодня начинаю с 7 главы ангелу филадельфийской общины церкви напиши повторюсь ангел это не кто-то кто сидит на небесах в данном случае по всей видимости это обращение к пастору руководителю общины филадельфии который город был такой и вообще все эти семь церквей это в азии общины над которыми был поставлен иоанн господом богом согласием других апостолов нам тяжело знать каким образом это случилось но через него господь дает направление этим семи общинам конкретным общинам было много больше общин были в риме общине были в иерусалиме общины были везде общины но в данном случае мы видим 7 азиатских общин и так 7 стих 3 главы ангелу филадельфийской церкви напиши так говорит святые истины имеющие ключ давидов который отворяет и никто не затворит затворяет никто не отворит во первых здесь хочу сказать такую вещь постоянно или почти постоянно ешуа в своих титулах в своих позициях он всегда связывает себя с семенем давида с давидом он себя связывает со священством и это очень важный момент мы должны понимать что ешуа он не пришел на голом месте если только вот он пришел и от него родилась то что называется церковью и нету никакой интегральной связи с израилем то это просто какая-то нью-эйджерская группа которая выросла ни на чем мы должны четко понимать что в начале израилю были даны обетования и на базе израиля возрастает и разрастается вот это благодатная река спасения которая втягивает себя также народы но идея все та же вавилон который господь бог хочет сокрушить и вот израиль и множество народов через ешуа прилепившиеся к нему которые противостоят этому вавилону это есть народ божий анти вавилон назовите каким угодно это именем мы должны понимать суть сегодня к сожалению многие названия многие термины они совершенно потеряли свой новозаветный смысл и допустим сегодня когда говорят о выражении церковь христова подразумевается какая-то группа людей которые вокруг христа сплотилась на самом деле если мы читаем в новом завете церковью названа просвещенная мессианским откровением группа из народа израиля который потом присоединились язычники и это не что-то отделенное но наоборот интегрально связанная с божьим народом авраам и цхака и якова именно поэтому даже язычники называются не детьми иисуса христа и не детьми божьими но через ешуа ставшими детьми авраама то есть таким образом созидается вот это вот интегральное единство читаю дальше знаю твои дела я отворил перед тобой дверь никто не может затворить ее ты немного имеешь силы сохранил слово мое и не отрекся имени моего интересная вещь филадельфию верующих не было больших чудес земля там не тряслась под их ногами но они обрели вес в месте где они находились и вот этот вот концепция я открыл перед тобой дверью ты зашел и ты держишься там я знаю что многие молятся именно вот о таком движении чтобы господь открывал двери наверное чудеса знамения мы все где-то мечтаем об этом но когда их не происходит достаточно то наша внутренняя потребность или ожидание успокаивается там вот хотим вот такого знаю что господь двигается передо мной он открывает правильную дверь я хочу в нее войти вот я сделаю что из сатанинского сборища из тех которые говорят о тебе что они иудеи но не суть таковы а лгут вот я сделаю то что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают что я возлюбил тебя здесь я хочу прокомментировать вот эти иудеи но они не таковы придут и поклонятся с термином иудеи в новом завете нужно быть очень аккуратным очень часто люди которые движимы антисемитским духом переводят вот ешуа и вот иудеи которые противостоят ему на самом деле не все так просто если мы читаем евангелие от иоанна то там очень часто видим иудеи не согласились с ним есть несколько форматов как можно понять это первое иудеи те которые жили в иудее но израиль был не только иудея был и галилея были еще места то есть иудеяне жители иудеи не соглашались с галилейскими мечтами то есть это был как бы конфликт земельных групп и поскольку еще пришел из галилеи из назарета из капернаума там где была по всей видимости его резиденция то те которые жили в иудее критически скептически относились к нему особенно слыша что многие говорят что вот он о машеях как они говорят может из галилеи прийти машеях это одно из взглядов на ситуацию другой взгляд кто такие иудеи и я слышал это от одного достаточно качественного учителя и толкователя священных писаний он говорит что иудеями вот в этом формате которым иоанн пишет в своем евангелии и также в книге откровения можно назвать саддукеев то есть людей которые стали доминирующей кастой в израиле абсолютно коррумпированной отделенной от живой веры но желавших власть и им молодой раби из назарета который нес сильные слова подбивающие клин под основу на которой они сидели то они могли восставать вполне соглашаюсь я вот именно с тем что иудеями иоанн называет не еврейский народ но называет саддукеев хотя вот в этом конкретном смысле но те из борища сатанинского которые говорят что они иудеи не таковы здесь еще по другому нужно рассмотреть ситуацию в филадельфии по всей видимости была группа язычников которые и такие вещи случаются частиком в слишком ревностных последователях израиля вы знаете во всем нужно иметь меру и вот эти слишком ревностные стали евреями больше чем евреи и многие историки говорят что это так и есть что это не были евреи по национальности но те которые стали называть себя евреями которые наложили на себя слишком много фарса и по всей видимости у них были какие-то властные позиции в городе и вот они видя развитие общины филадельфийской в которую приходили апостолы в которой происходили различные вещи противостали ей секта противостало какому-то движению но еще говорит вот они называют себя иудеями но они не таковы это не иудеи это не евреи они противостоят вам сатанинская в смысле противостоящие они придут и скажут с вами господь бог мы просим прощения мы слагаем обвинения и еще говорит и так ты сохранил слово терпения моего то я сохраню тебя от годины искушения которая придет на всю вселенную чтобы испытать живущих на земле вы знаете годины искупле из годины искушения периодически проходили по земле и это случалось во время мировых войн во время каких-то катаклизмов во время каких-то эпидемий это времена страшные именно здесь очень важным моментом есть упование на господа и просить его милость и не пошлет ли спасение в данном случае он нам обещает я спасу вас спасу вас спасу вас спасу вас очень много верующих людей используют слово спасение только в эсхатологическом смысле что такое эсхатологический смысл то есть они говорят спасены будем для вечности на самом деле когда священное писание использует слово спасти на иврите есть как минимум с десяток другие слов которые переводятся на русский язык на английский язык на другой язык как спастись но их значение лингвистическое это спастись от физической беды от войны от смерти от поражения от голода от болезней от каких-то преследований и 95 процентов текста вообще библейского когда используют слово спасение чаще всего говорят избавлю тебя от физических проблем даже римлянам 9 глава там где написано если израиль будет как песок морской только остаток спасется говорит не об эсхатологическом спасение говорят о физическом избавлении от конкретной беды на самом деле это слово павла и слово пророков которых он повторяет исполняется практически во всей еврейской истории когда какие-то громадные вещи случаются только остаток еврейского народа спасался и мы можем это знать про исходе из египта исходе из вавилона остальные россия исчезли даже мы возьмем пример последняя беда еврейского народа холокост только остаток спасся то есть 6 миллионов погибло спаслась наверное четвертая пятая часть остаток это физическое избавление или физическое спасение существует еще другое спасение эсхатологическое которое господь бог обещает верующим в него на самом деле когда господь бог призывает авраама и обещает ему потомков физических и потомках духовных он им провозглашает эсхатологическую надежду говоря твои дети те которые прилепились к тебе и которые от тебя произошли в которых родились твои качества вера в господа бога любовь к ближнему и прочее 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 это тех кто удостаивается участие в мире грядущем исайя на эту тему говорит примерно такими словами ибо весь твой народ говорит аврааму праведные наследуют землю понятно были среди еврейского народа проблематичные люди изверги и плохие люди и написано в торе что из ключу вычеркну карет от режу этих людей от израиля но на самом деле семени авраама и тем кто прилепился к ним также полагается эсхатологическое спасение римлянам 11 глава говорит об этом павел пишет такие слова ибо весь народ мой спасется потому что от сиона придет избавитель то есть с маши хамс ешуа связано общее спасение еврейского народа и всех людей которые в этого спасителя от сиона или сиона уверуют но мы на эту тему как-нибудь поговорим другой раз сейчас я продолжу читать ешуа говорит филадельфийской общине церкви все гряду скоро держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего что такое венец что держать праведный образ жизни венец твое призвание если вы по-другому истолковываете слово венец на здоровье вам но текст здесь не сложен побеждающего сделаю столпом в храме бога моего и он уже не выйдет вон и напишу на нем имя бога моего и имя града бога моего нового иерушалайма нисходящего с неба от бога моего имя мое новое имеющий ухо да слышишь что дух говорит церквям побеждающего сделаю столпом в храме бога моего это то же самое о чем говорит даниил даниил пророк говорит что те которые будут искать господа стараться обрести святость перед его лицом они будут как звезды на небесах и будут столпами или амудим то есть держащими основаниями этого духовного храма господнего о чем это говорит нам старайся делать добрые дела старайся усердствовать перед господом богом твоим и тогда даже то что другие люди проигнорировали бог видящий тайное воздаст явно и это останется в веках то что кто-то построил какой-то супер супер компьютер или супер супер пушку про это все забудется но твои добрые дела которые ради веры в бога были сделаны от чистого сердца с мотивом я божий сын я божья дочь я божье дитё это останется в вечности мы читаем дальше и ангелу лаодикийской общины напиши так говорит аминь свидетель верные истины начала создания божьего то есть мы видим здесь в статусе ешуа такая заметка начало создания божьего сын сущий в недре общем то есть небесная составляющая в происхождении ешуа как это выявить словами я думаю 2000 лет или может 1700 лет об этом многие многие теологи дерутся и бьются я лично этим вопросом не гружусь я просто принимаю это как есть начало создания божьего сын божий и знаю твои дела ты не холоден не горячь о если бы ты был холоден или горячь на эту тему наверное все слышали так много проповедей что очень плохо остыть лучше быть или холодным или горячим что такое быть холодным это быть вообще полностью номинальным только вообще прийти раз в что такое быть теплым это все мерки которые очень могут по-разному говорить поэтому для нас нужно поддерживать внутри себя огонь поэтому есть много писаний которые говорят поддерживайте друг друга назидайте друг друга поощряйте друг друга иногда бывает ситуация когда вы сами опустились ниже другой пришел к вам надо быть чувствительными к богу читаю дальше 17 стих 3 главы ибо ты говоришь я богат разбогател ни в чем не имею нужды а не знаешь что несчастен и жалок и ничь и слеп и наг советую тебя купить у меня золото огнем очищенное чтобы тебе обогатиться и белую одежду чтобы одеться и чтобы не было видна срамота ноготы твоей и глазной мазью помажь глаза твои чтобы видеть понятно что и золото и мазь это просто виртуальные выражения это все говорит о том же с чего мы начали сегодняшний разбор покаяние держи свое сердце в правильном статусе ревнуя боги старайся смотреть глазами и видеть нужду других людей потому что помогая им ты тоже самое делаешь для господа бога помните еще сказал такие слова вы посетили меня когда посетили больного вы посетили меня когда посетили человека в тюрьме или в какой-то проблеме и помогли им это как раз и есть золото божье и глазная мазь кого я люблю тех и обличаю и наказываю и так будь ревностен и покайся сегодняшний мир гордоват и очень часто когда нам говорят что-то как говорится против шерсти мы начинаем сразу пятиться и на самом деле когда нас обличают это полезней чем когда нас бесконечно хвалят очень часто особенно запада приезжают проповедники к это я вижу а тебе значительное будущее ты великие так далее и тому подобное а человек ничего очень это культурная такая штука намного важнее сказать человеку вот этого и этого ищи вот этого и этого старайся а когда тебе говорят ты крут и достиг а внутри у тебя пустота как на сциллографе просто ровная линия это ничего не дает поэтому здесь говорится кого люблю тех и обличаю это прямое повторение притчи соломона который говорит говори сыну обличай наказывать если надо поддержи направь чтобы справился понятно все это делать нужно с умом не надо разрушать человеческую личность своими осуждениями побеждающему дам сесть со мной на престоле моем и как я победил и сел с отцом моим на престоле его имеющий ухода слышать что дух говорит верующим на этом закончу надеюсь было понятно держаться слова научиться размышлять о господи боге научиться молиться но ожидая ответа если тяжело попросить у бога откровения но я очень верю что те вещи которые и шуа сказал тогда актуальны для нас и сегодня чтобы пройти годины искушения чтобы обновиться укрепиться вере и быть добрым свидетельством для других желаю вам благословений друзья шалом вам из израиля мессианская община шавей тион и студия оазис медиа мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oazis defis media.tv